Добрый день, уважаемые зрители канала Процветок. Я коллекционер цветов Леонович Александр Владимирович. И сегодня я хотел бы остановиться на пересадке лилейников. Когда это нужно делать, как это нужно делать, стоит ли это делать и для чего это делать. Во-первых, лилейники, в общем-то, культура бесхлопотная и в пересаживании. Они на одном месте могут расти очень длительное время. Единственное, что зависит от их пересадки, от того, что есть сорта, которые размножаются очень быстро. То есть, например, сорт, если взять Франс Халс, там он заход может дать вам большую куртину. За два, за три он уже дальше некуда. При большой куртине растение перестает свистить, оно дает просто много листьев. Поэтому надо смотреть о том, стоит ли делить чисто визуально. Например, если сорт с большим коэффициентом размножения, его можно делить каждые 2, 3, 4 года. Если же сорт с небольшим коэффициентом размножения, например, многие эти троплоиды, они сильно не размножаются. Вы посадили 2-3 розетки, эти 2-3 розетки могут 2, 3, 4 и 5 лет и 6 сидеть на одном месте. То есть, если вы видите, что куст нормально цветет, то пересадки, если вы не занимаетесь специально размножением, вот я размножаю специально, я их пересаживаю каждые 2-3 года. Для того, чтобы их у меня было больше-больше. Потому что, чем чаще вы будете делить, есть еще один такой аспект, тем более активно они будут давать боковые побеги. Если же вы делить их не будете, некоторые взрослые кусты могут, вот скажем, устояться в том, что вот там, скажем, десяток тех вееров. И он вам может 10 лет давать тех 10 вееров, дальше, скажем, не расползаться. Ну, 10, я грубо скажу, может 5-7. То есть, 5-7 цветоносов из него вылазит, и на этом он остановится. Но если же вы будете ежеводно рассаживать по одной розетке этот сорт, он вам, коэффициент размножения, гораздо увеличится. Если же вы занимаетесь размножением. Если же вы посадили куст просто для себя в огороде в цветнике, и вы не собираетесь его размножать до неимоверных вот плантаций, скажем, в полгектара и дальше. То вы можете их пересаживать по, как я говорил, мере надобности. Видите, куст большой, широкий, там больше 10 вееров, 20. Вот я говорю, какой-нибудь тот же Франц Кахалс, Солид Скарлетт, кто у меня еще тут быстро размножается, Пандора Бокс вон сидит. Они размножаются быстро очень, их надо рассаживать часто. Другие же сорта не надо размножать. То есть, не надо рассаживать так часто, то есть, нету надобности. Что касается сроков размножения. Сроки размножения для леяльников, это все зависит от вашей фантазии. Они рассаживаются в любое время года. Весной, летом, осенью, когда хотите. Единственное, что, например, я бы не советовал бы садить тетраплоиды осенью, потому что они и так у нас, не сказать, что слабодемостойкие, они капризноватые. То есть, они должны укорениться. Укоренившийся куст ничего не боится. Если же куст не укоренился, там могут возникать проблемы подмораживания, еще что-то, он будет хуже выходить. Поэтому, скажем, весна и лето, даже во время цветения, берете, режете кусты, рассаживаете. До осени они все укоренятся и будут расти дальше хорошо и замечательно. Во время пересадки, тоже вот аспект. Спрашивают, что положить под корень. Да ничего не надо под корень ложить. Вы понимаете, люди хотят совместить всегда две процедуры. И пересадку, и подкормку. Вы решите, с чем вы занимаетесь. Либо вы пересаживаете растение, значит, вы его просто пересаживаете. Либо вы подкармливаете растение, тогда вы кормите растение. Два варианта никогда не проходят. Ну, я не знаю, может это, конечно, звучит непонятно, потому что даже вот иногда покупатели звонят и спрашивают. Расскажите, что вы садите. Вот, говорю, анекдоты жизни. Что вы ложите под корень? Женщина звонит и спрашивает. Я говорю, ничего. Может, я навоз положу. Я говорю, навоз категорически не надо. То есть, с любыми цветами, когда вы занимаетесь, лучше пользоваться либо минеральными удоверениями, либо всем перепревшим, либо компостом. Она говорит, хорошо, а может золу? Но, с одной стороны, зола не повредит, но, с другой стороны, не надо ложить и золу под корень. Вы травмируете растение. Растение при пересадке переносит травму. Даже если вы получили нормальную, вот как вы видите, хорошую зеленую деленочка, она травмирована тем, что она пересаживается. Дайте растению прижиться. Я говорю, ничего не ложу. Ну, и меня обвинили в том, что я не хочу открывать свои секреты. И в конце беседы она сказала, я сама решу, что я положу. Ну, безусловно, жалко этот лилейник, потому что, возможно, он жить уже не будет. Но, поэтому я вам говорю, что не надо ничего ложить под корень. Изначально земля должна быть, если вы хотите, чтобы лилейник попал в питательную землю, сделайте ее питательной заранее. Если вы пересаживать с осени собираетесь, в конце лета возьмите, перекопайте его. Если вы собираетесь весной, осенью перекопали, внесли тот же перепревший навоз, в минимальной доле минеральное удобрение, потому что, безусловно, с талыми водами оно может вымыться. Но оно, по крайней мере, распределится по всему объему земли. Оно не будет в области корня. Корень у растения травмирован. Оно переносит травму. И любые вот эти подкормки, они еще больше убьют растения. И, в принципе, возьмите за принцип, любые растения надо удобрять, когда они растут. То есть, растет растение, кормите его. Если оно находится в состоянии покоя, никому в голову не приходит мысль насыпать в ящик с луковицами тюльпанов азотного удобрения, чтобы они выросли лучше, потому что они стоят. Почему же вы во время хранения и, скажем, периода покоя пытаетесь напичкать другие растения удобрениями? Так же и с лилейником. То есть, пока вы не видите, что растение начало расти, начали вылазить молодые листья, не надо его кормить. Ничем. Вот сейчас конкретно пересадка. Для того, чтобы пересадить куст, его явно надо выкопать. Вот наш кустик лилейник. Так, вопрос к тому, что надо ли урезать корни или удалять. Хочу ответить одно. Что вы не сделаете, все нормально. Корни нарастут еще. То есть, когда лилейник начнет расти, он будет вам давать новые корни. Следует ли его мыть, чтобы вот когда выкопали? Конечно, вот у меня глина. Я их мою с той точки зрения, чтобы понять, где резать. Если же у вас песок, чаще всего вы его выкопали, и он у вас развалился на маленькие фрагменты уже сразу. Вот куст. На чем его делись? Вначале пальцем, скажем, можно нащупать, скажем, если вы его не помыли. Ну, в данный момент нет возможности его помыть. Вот нащупываете пальцем промежуток между веерами и вторкиваете вертикально нож. Ну, остановимся на том, как я вам говорил. Если же вы просто цветовод-любитель, у которого в огороде сидит один-два куста, и вы теленаправленно не собираетесь размножать растения в большом количестве, вот, скажем, три веера вам дадут сразу же стандартный куст в первый год. Он и зацветет хорошо, и, в принципе, будет выглядеть красивым кустом. Если же я размножаю их по максимуму, то есть, опять тот же процесс. Ищите пальцем, где находится промежуток, вставляете нож, еще одного откололи. Опять промежуток. Вот нормальные, хорошие деленки. В принципе, вот это с маленькими корнями, но корней ей достаточно. Корни нарастут, был бы веер. Если же вы, как говорю, что хотите посадить куст для себя, ну, вот, оставляете где-то, ну, максимум три веера. Ну, есть сорта маленькие, вот, как я вам говорил, которые там Францхалс или Солид Орбит. Вот, они, их можно делить и большим количеством, потому что они все равно нарастают быстро. Ну вот, вот замечательная деленочка. Как я вам говорил, землю надо готовить, ну, заранее. Не в день посадки. То есть, у вас подготовлена должна быть земля. Она должна быть, скажем, устоявшись, опущенной слегка. И выкапываете лунку. И берете, помещаете. Растение должно быть посажено. Даже если вы не у себя выкапывали, а покупали, то есть, вы увидите в любом случае, где находится, вот, скажем, зона, которая была под землей. То есть, это вот от розетки буквально сантиметра два. Но есть такой нюанс. То есть, вы садите сейчас на один уровень, а после того, как земля осядет, оно окажется ниже. То есть, вы садите на сантиметров пять, заглубляете ее, вот так. И после нескольких поливов земля уйдет, осядет, и оно, скажем, будет на нужном уровне. Если вы сразу посадите его, вот, скажем, отмерили два сантиметра и досюда вот посадили, засыпали, после первого же полива земля уйдет, и у вас оголится вот этот вот корень. То есть, понятно, что садите чуть ниже. Ну, конечно, надо взять садовую лопатку. Я делаю так. Я вначале делаю мягкую землю, потом, вот, можете посмотреть, вот корни все разложены веерами в разные стороны. И засыпаете. И также дальше. Расстояние еще. Когда вы садите по одному вееру, конечно, расстояние должно быть, ну, не сильно большим, сантиметров 20. Если же вы садите большими кустами, рассчитывайте, что вот такой веер будет, скажем, листьев. Соответственно, вот на таком расстоянии, вот, скажем, вы садите и другие. То есть, если эта посадка, скажем, предназначена для цветника, то есть, в цветнике вы их садите гораздо реже. То есть, оставляете по несколько вееров, но садите дальше. Если же вы размножаете лилейники, что вы будете знать, что через год, через два вы его выкопаете, вот буквально пяди друг от друга и пошли. Потому что каждому вееру нужно будет все равно место для развития. А тут будет развиваться уже несколько вееров, соответственно, фонтан листвы будет гораздо больше. Так, ну и еще вот, в видео, скажем, не совсем будет понятно, если я их не полью. То есть, подумайте, как про удобрение. Не кормить, значит, и не поить. Нет, поить надо. То есть, лилейники после пересадки сразу надо напоить. Ну, вот я говорил, что после нескольких поливов земля осядет. Но, скажем, если вот такая земля влажная, и вы считаете, что поливать не надо, один раз все равно надо полить. Объясню, для чего. Для того, чтобы именно осела земля. То есть, лилейник, он к влаге нетребовательный. Даже если вы его не польете, он все равно будет расти. Но земля, если не осядет, он будет чувствовать себя неудобно. То есть, по крайней мере, если нет возможности полить, просто взяли, оттоптали. Но лучше, скажем, полить. Ну, как видите, с пересадкой у лилейников тоже практически никаких нет проблем. Как я и говорил, пересаживать можете круглый год. Конечно, весной предпочтительнее. Когда вы уже планируете ландшафт своего цветочного сада или еще чего-то, то есть, это, скажем, вместе со всеми цветами можете пересадить сейчас. Но если у вас есть необходимость, вы можете это делать практически целый год. И под корень не ложить ничего, пока растение не начало расти. И сразу после посадки полить, чтобы осела земля, осел грунт, и был, скажем, практически стопроцентный контакт земли с корнями растения. Подрезать корни на ваше усмотрение. В принципе, подрежете, вы ничего страшного не сделаете. Люди боятся, что, может, они начнут гнить или еще что-то. Они не начнут гнить. Если растение, скажем, не закормлено, растение будет за жизнь сражаться само. Если же оно закормлено, там уже вы ничем не поможете. Поэтому хотелось бы сказать вам спасибо большое за то, что смотрели мой ролик. Если вам он был полезен, мне это очень приятно. Подписывайтесь на канал. И всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин